друзья мои всем здравствуйте рада приветствовать вас у себя в гостях сегодня я к вам вот с такими шапочками у меня связано 3 шапки с одним и тем же узором очень понравился мне вот такой узор он не напоминает плоскую косу у меня уже есть два мастер-класса с узором плоская коса но плоская коса в двух вариантах ссылочки на эти видео я вам оставлю в описании под видео а также оставлю подсказочку и так по шапочкам вот эта шапка связана на размер 5254 вязала я из пуха норки в три основных нити и в три дополнительных расход где-то 120 где-то 120 125 грамм вязала я эту шапочку с отворотом отворот у меня не фиксированный вот отворот почему именно почему я сделала не фиксированный поскольку посмотрите за счет отворота мы можем корректировать высоту шапки если я хочу шапочку повыше я отворот делаю пониже если хочу шапочку покороче по голове практически да то я отворот поднимаю то есть зависимости от того как вы любите носить шапки и так вот вот такая шапочка у меня получилось вот эти две шапки у меня связаны на размер 56 это я вязала для дочери разница у них высоте белая шапочка по высоте связано 26 сантиметров здесь два с половиной рапорта вот это сиреневая шапочка связана у меня всего лишь на два рапорта вот и высота у нее 24 сантиметра и так из чего я вязала белую шапку я вязала из пряжи зарина итальянская пряжа моточки по 50 грамм 90 метров и добавляла ниточку мохера ланагата синг мохер моточки по 25 грамм 212 метров и расход здесь тоже где-то 120 125 грамм вот здесь вот ушло у меня на эту шапочку так по голубой шапочке вязала я из пряжи лима с добавлением также ниточки мохера дальше я вам покажу и вы посмотрите характеристики уже в этой пряжи метраж производитель вот и связала вот такую интересную шапочку вот здесь при наборе петель в этой шапке девочки посмотрите я использовала интересный способ набора петель называется болгарский зачин мне он очень понравился выглядит просто отлично мне кажется даже стильно такой утолщенный наборный ряд и самое интересное что она вернее этот край не растягивается сильно не растягивается он такой более как бы упругий и эластичный нежели вот обычным набором когда я набирала и так так и по расходу вот это вот шапочка у меня весит где-то девяносто два и девяносто три грамма вот она у меня покороче как я уже сказала высота этой шапочки 24 сантиметра и так девчата кому интересно такая моделька присоединяйтесь ко мне и будем вместе с вами вязать вяжу я шапку из пряжи дроп слима вот такая норвежская пряжа так девочки здесь у нас моточек 50 грамм и матки 100 метров 100 метров кому интересно этот свет восемьдесят один 12 очень такой нежный цвет и к этой ниточки я еще взяла ниточку мохера мохер идея astra 1000 метров на 100 грамм вот такая тоненькая ниточка так далее спицы резинку я вяжу спицами номер три длина лески 40 сантиметров здесь меня тросик обычные наши российские спицы кстати мне они очень нравятся вот именно троечка мне очень нравится так и затем основное полотно то есть тулю я буду вязать на спицах номер 4 беру я леску 50 ну там уже посмотрю если мне будет много 50 перейду на леску 40 сантиметров так и далее когда я буду закрывать уже макушку и мне будет не хватать лески вернее будет уже тяжело вязать на леске 40 либо 50 сантиметров я перейду на длину лески 80 сантиметров и буду вязать методом magic лук макушку шапки кому неудобно может брать чулочные спицы распределять на чулочные спицы петли или за чулочными спицами так по схеме девочки и так смотрите у нас раппорт узора 11 петель вот именно конкретно для моего размера и шапка из пухонорки я вязала именно раппорт 11 петель у кого размер большой можно добавить еще одну петлю 12 петель схема несложная здесь в основном у нас ли лицевые петли и из изнаночные петли и перекрещивание петель 2 петель как с наклоном влево так с наклоном вправо ничего сложного нет и так изнаночная лицевая и перекрещивание с наклоном вправо и с наклоном влево то есть своего рода такая вот плоская коса по высоте раппорт узора у нас с вами составляет 20 рядов и в ширину как я сказала 11 петель это у нас по схеме я вам буду показывать здесь ничего сложного нет и так вижу я на размер 56 58 из пряжи дроп слима с добавлением ниточки мохера плотность моего вязания вот я связала образец измерила плотность 25 петель в ширину и 26 рядов высоту то есть в квадрате один на один сантиметр это будет 2,5 петли на 2,6 ряда вязала я спицами номер 4 именно образец по спицам я уже сказала и по расчетам обхват головы 56 сантиметров перевожу в петли умножаем на количество петель в одном сантиметре 2,5 и получается 140 петель убираю 10 процентов на растяжение остается у меня сто двадцать шесть петель теперь раппорт узора 11 петель я сто двадцать шесть делю на 11 и выхожу на число 11 там 11 целых и так далее я беру 11 то есть мне необходимо целое число 11 рапортов на 11 петель в одном рапорте это сто двадцать одна петля то есть вместо сто двадцати шести петель я беру сто двадцать одну петлю резинка резинку я буду вязать на 11 петель меньше у меня 11 рапортов в каждом рапорте 11 петель из каждого рапорта я убираю по одной петле то есть и сто двадцати одной петли я убираю 11 петель у меня остается 110 петель то есть на резиночку так как она хорошо тянется великолепно резинка тянется я оставляю сто десять петель и впоследствии когда я буду уже после резинки переходить на основное полотно я в каждом рапорте прибавлю по одной петле берем спицы номер три леска 40 сантиметров и набираем петли в данном случае я набираю петли болгарским методом смотрите если вам не очень нравится этот метод вы можете набирать обычным способом и так оставляем достаточное количество нити на хвостик располагаем нить как при обычном наборе вот таким образом и первую петлю набираем следующим образом заводим спицу вот отсюда справа вернее слева направо и у нас получается вот такая перекрученная петля эта петля у нас будет с вами дополнительная с помощью этой петли мы будем замыкать вязание в круг и набираем первую петлю обычным способом первая петля обычным способом затем смотрите что я делаю я убираю большой палец и подхватываю нить как бы из-под спицы вот видите вот таким образом у нас направление нити вернее нить поменяла направление и набираю уже не от нити которая идет на спицу а противоположную которая идет от большого пальца в ладонь подхватываю затем подхватываю нить с указательного пальца и в петлю вот таким образом тем самым у нас одновременно направление нити меняется на обычное снова петлю подхватываю как при обычном наборе затем меняю направление нити и за противоположную ниточку подхватываю на указательный палец и в петлю отпускаю и у нас одновременно меняется автоматически направление нити еще раз первая петля обычная затем меняю направление нити и вторую петлю ничего сложного не и у нас получается посмотрите какие петли петли то обычные но у нас появляется вот такая душка между двумя как бы она обивает две петли и так вот у нас была дополнительная первая петля и 6 петель 2 петли 2 петли 2 петли и каждая будут с такой дужкой и далее продолжаю так 6 петель у меня есть 7 меняю направление 8 9 меняю направление 10 вот таким образом и вот так получается как бы попарно мы набираем петли и так далее я продолжаю и набираю необходимое количество петель в моем случае это 110 петель осталось мне добрать две петли последних вот петля 109 меняю 110 и так набрали если хвостик у вас длинный немножко обрежьте оставьте сантиметров 15 чтобы потом в конце вязания спрятать хвостики теперь располагаем на спицы петли таким образом чтобы у нас наборный ряд смотрел внутрь круга вот этот ряд смотрел внутрь круга все и приступаем с вами к соединению в круг так и так вот у нас дополнительная петля самая первая даст наборного края как мы что вернее мы с вами делаем мы ее правой спицы подхватываем я вот снимаю ее затем последнюю петлю немножко неудобно вот подхватываю последнюю петлю и вот эту петлю дополнительную протягиваю через эту петлю вот протянула и скинула эту петлю все и полученную петлю одеваю снова на левую спицу хвостики подтянули и затем я вижу резинкой один на один резинку вяжу обычную лицевую не перекрещенную если кто желает может вязать перекрещенную и так все петли сейчас к мам расположены правой стенкой вот она пет передняя правая стеночка и за правую стенку аккуратно провязываем так лицевая первая петля следующая петля у меня изнаночная я буду вязать классическим способом вот так первый ряд всегда неудобно у нас вяжется лицевая изнаночная и так вяжем девочки резинку один на один до конца ряда закончили первый ряд и переходим к вывязыванию второго и последующих рядов обязательно счетчик рядов для подсчета наших рядов уже можно повесить маркер начала ряда и обратите внимание вот какой край наборной резинки болгарским способом получается видите какой утолщенный и он причем еще и эластичный очень часто его используют при вязании носков если вяжут допустим резинку 2 на 2 или шапки вот я вязала уже мужскую шапку использовала этот набор мне очень понравилось и так все далее продолжаем вязать резинку один на один на необходимую вам высоту так и еще один момент те кто хочет связать с отворотом шапку с отворотом они просто резиночку я буду вязать просто резинку если вяжите шапку с отворотом вам необходимо в моменте когда вы соединили вязание в круг вам нужно развернуть вязание на изнаночную сторону и начинать вязать чтобы ваш вот этот красивый наборный ряд вот этот не спрятался а наоборот вот так выглядит вот таким образом если вы продолжите вязание вот как я вижу сейчас при отвороте у вас будет изнаночная сторона поэтому вам нужно развернуться на изнаночную сторону и тогда у вас вот так будет красиво выглядит наборный ряд на отвороте так что я думаю здесь этот момент всем понятен отвязала 4 сантиметра девочки резинки так измерим вот 4 сантиметра у меня резиночка 4 сантиметра мне этого достаточно получилось у меня 12 рядов так дальше перехожу на спицы номер 4 и провязываю первый ряд у нас будет вспомогательные в этом ряду я прибавляю петли и так смотрите что я делаю я первую петлю провязываю лицевую затем 9 изнаночных 9 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот 9 у меня обратите внимание была изнаночная петля вот из дорожки изнаночных петель и следующая у меня лицевая 9 плюс еще одна лицевая которую я провязала уже 10 и так 10 петель у меня раппорт 11 петель и здесь я делаю дополнительную петлю в раппорте поднимаю протяжку спереди накидываю на спицу и за переднюю стеночку провязываю изнаночной петлей все у меня сейчас 11 петель дополнительная 9 изнаночных это уже 10 и 1 лицевая это и будет у нас раппорт узора и так пошли дальше снова 1 лицевая 9 изнаночных раз два 3 4 5 6 7 8 и вот 9 видите изнаночная петля 9 и здесь я поднимаю протяжку спереди накидываю на спицу и за переднюю стеночку аккуратно провязываю изнаночной петлей все 11 петель и так далее продолжаем делать прибавки 1 лицевая 9 изнаночных и изнаночная петля из протяжки и так на спицах у меня сейчас 121 петля я прибавила 11 петель и далее перехожу к вывязыванию уже нашей нашего раппорта узора по схеме берем счетчик рядов и начинаем с первого ряда у нас первом ряду идет сначала перехлёст двух петель с наклоном влево и затем раз два три 4 5 6 7 8 и 9 изнаночных я не использую специальное приспособление для коз вы можете использовать можете взять в дополнительную спицу я две петли перекрещиваю без этих дополнительных приспособлений и так мне нужно перекрестить две петли с наклоном влево я нить за работой первую петлю снимаю затем следующую петлю провязываю лицевой левой спицы спереди подхватываю петлю которую сняла за стеночку сзади аккуратненько переснимаю провязанную петлю на правую спицу и затем провязываю петлю которую пересняла на левую спицу все две петли я перекрестила с наклоном влево далее 9 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот у нас раппорт узора и также продолжаем дальше довязали первый ряд и переходим ко второму ряду во втором ряду первая петля лицевая следующие две петли перекрещиваем с наклоном влево первую я снимаю вторую провязываю лицевой левой спицы подхватываю снятую петлю сзади аккуратненько вот так убираю правую спицу из петли провязанной и и аккуратно переснимаю вот пересняла я ее и провязываю петлю с левой спицы все перекрестили две петли и дальше вяжем 8 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 так девчата сразу хочу сказать очень многие задают вопросы почему вы вяжете за эту стенку а почему вяжите эту заданию то за переднюю кто вяжут уже не один год они знают что прикол при круговом вязание лицевая петля всегда лежит к нам правой стенкой вот она правая если мы ее развернем вот таким образом она так выглядит при поворотном вязание и правая стеночка у нее в дальние а при круговом вязание она лежит к нам правая стенка ближе то есть передние вот перри за переднюю стенку мы и провязываем ее лицевая дальше я вижу перехлёст сняла следующую вот провязываю за переднюю стеночку переснимаю подхватываю вернее спереди сзади пересняла и за правую же и провязываю все так чтобы у нас петли не перекрестились теперь по изнаночным в данном случае я вяжу классическим способом если вы обратили внимание да посмотрите как я нить захватываю это классический способ провязывания изнаночной петли поэтому она лежит ко мне правой стенкой и я за правую переднюю стенку ее и провязываю при обычном способе петля изнаночная лежит к нам вот таким образом правая стенка задняя и за заднюю стенку если обычным способом вязать вот так я вяжу классическим способом поэтому ко мне изнаночная петля повернута правой стенкой передняя правая стенка точно так же как и лицевая петля вот это для тех кто я так думаю снова будет задавать вопросы почему вы вяжете за правую стенку нужно вязать за левую стенку то здесь вы должны видеть как располагаются стенки петли по отношению к нам то есть к людям которые вяжут и так все сделала я перехлёст перекрещивание вернее и провязываю 8 петель изнаночными петлями и перехожу к следующему рапорту узора и продолжаю вязать второй ряд третий ряд первые две петли и следующие две петли мы должны перекрестить с наклоном влево и так первую снимаю вторую провязываю лицевой подхватила сзади пересняла провязываю следующую петлю лицевой петлю и так две петли перекрестила следующие 2 сняла следующую петлю провязала лицевой спереди подхватила сзади пересняла и провязала петлю с левой спицы все 22 перекрещивания я сделала и далее 7 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 все раппорт узора у нас и далее вяжем еще 10 таких рапортов в четвертом ряду провязываем первую петлю лицевую и делаем попарно 2 перекрещивания первое перекрещивание сняли лицевую следующую провязали лицевой спереди подхватили сзади пересняли и провязали петлю с левой спицы и следующая пара сняли следующую петлю лицевой провязываем спереди левой спицы подхватили сзади правой пересняли и провязали петлю с левой спицы и 6 изнаночных раз два три четыре пять шесть все раппорт узора и далее продолжаем в пятом ряду провязываем уже три пары перекрещенных петель и так первая пара провязываю вторая пара провязала и третья пара вот лицевую снимаю и изнаночную включаю в узор и провязываю ее лицевой петлей третья пара все три пары петель перекрестила по 2 с наклоном влево и 5 изнаночных раз два три четыре пять и так это у нас раппорт узора и вот у нас уже что получается девочки видите вот такая вот плоская косичка и так продолжаем дальше до конца ряда шестом ряду первую петлю провязываем лицевой и следующие три пары перекрещиваем с наклоном влево и так первая пара вторая пара и третья пара перекрестила три пары и провязываю 4 изнаночных раз два три четыре все раппорт узора провязали и далее повторяем еще десять раз седьмом ряду провязываем уже четыре пары петель перекрещиваем и так первая пара перекрестила вторая пара перекрестили дальше третья пара и четвертая пара как видите ничего сложного нет и три изнаночных раз два три все вот так вот мы и действуем и так вяжем до конца ряда восьмом ряду первую петлю провязываем лицевой далее провязываем по две петли четыре раза то есть по пар на четыре пары две петли с перекрещиваем с наклоном влево и так вторая пара третья пара перекрещиваю две петли с наклоном влево и четвертая пара провязала и 2 изнаночных петли все провязала я 8 ряд раппорта узора и вяжем до конца ряда в девятом ряду провязываем пять пар это у нас последний ряд где мы провязываем по пар на петли с наклоном вернее перекрещиваем с наклоном влево и так первая пара вторая пара третья пара четвертая пара и пятая пара так провязали 5 пар петель перекрестили с наклоном влево и остается у нас 1 изнаночная и так продолжаем до конца ряда в десятом ряду вяжем сначала 9 изнаночных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот у нас остается петель при после последнего перехлёста лицевая петля и и провязываем лицевой и последняя петля изнаночная это у нас 10 ряд раппорта узора 9 изнаночных 1 лицевая 1 изнаночная вяжем до конца ряда провязали мы половину раппорта узора закончили 10 рядом провязали 9 изнаночных 1 лицевую и 1 изнаночную и с 11 ряда начинаем вывязывать плоскую косу но уже будет у нас коса с наклоном вправо ничего сложного нет практически все то же самое только смотрите если мы в первой половинке начинали с перекрещивание затем вязали изнаночные здесь у нас будет наоборот мы провязываем изнаночные а затем делаем перекрещивание как я делаю перекрещивание сейчас я вам покажу так что я думаю вот эту часть 10 рядов вы вполне сможете провязать сами если возникнут какие-то вопросы пишите в комментариях и так в одиннадцатом ряду мы провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 изнаночных делаем перекрещивание 1 изнаночная в двенадцатом ряду уже будет у нас 7 изнаночных одно перекрещивание и 1 лицевая обязательно не забываем в черных рядах после перекрещивания последняя будет лицевая и изнаночная 13 уже будет 6 изнаночных 2 перекрещивания 14 ряд 5 изнаночных 2 перекрещивания 1 лицевая и так далее и в двадцатом ряду провязываем с вами одну лицевую и 10 изнаночных то есть 9 изнаночных которые у нас будут участвуют в узоре и 1 вот крайне изнаночная которая разделяет у нас раппорт узора друг от друга и так как я делаю перекрещивание с наклоном вправо от начала ряда я провязала 8 раз два три 4 5 6 7 8 8 изнаночных у меня остается 1 изнаночная и 1 лицевая я завожу нить вперед нить перед работой снимаю петлю провязываю сначала лицевую затем сзади левой спицы подхватываю петлю которую сняла спереди аккуратно переснимаю петлю которую провязала и провязываю петлю с левой спицы и так вот я две петли перекрестила с наклоном вправо и 1 изнаночная все раппорт узора мы провязали и так до конца ряда следующем ряду у нас будет уже 7 изнаночных 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо 1 лицевая 1 изнаночная и так далее вот в таком зеркальном отображении мы провязываем вторую половинку нашего раппорта узора и так девочки вяжем вторую половинку самостоятельно отвязала я высоту шапки отвязала вторую часть раппорта и связала еще один раппорт то у меня высоту получилось 2 раппорта узора на этом я остановлюсь общая длина у меня сейчас девочки получается вот 20 сантиметров примерно 20 сантиметров поскольку после того как вы постираете шапку полотно разгладиться и она чуть-чуть увеличится у вас в длину вот можно посмотреть да по образцу здесь вот вы видите уже после стирки все гладко а здесь в процессе вязания пока у нас такая вот небольшая гармошечка получается смотрите по длине как вам лучше будет как удобно вам как вы хотите может быть вы повыше немножко шапку тогда вам нужно будет отвязать два с половиной раппорта еще одну половинку отвязать вот для примера я вязала вот такую шапку вот шапочка плотность такая же у меня как и вот в этой шапке но здесь я отвязала два с половиной раппорта и еще плюс закрытия закрытие это у нас где-то сантиметра четыре у меня получилось и общая длина девчата получилось 26 сантиметров вот 26 сантиметров так чтобы видно было вот смотрите 26 сантиметров общая длина но дочь сказала что ей макушка сильно высокая то есть она не любит такую высокую макушку ей не нравится вот это вот болтается вот это вот часть и попросила сделать покороче немножко поэтому я остановилась именно вот на двух рапортах высоту и теперь я перехожу к вывязыванию макушки формированию макушки так макушка как я уже сказала у меня где-то примерно получилось 4 сантиметра в высоту как будем убавлять дичата убавлять мы будем начинать вот от изнаночных петель то есть первую часть вот здесь мы провязываем как бы по схеме также делаем пи перекрещивание петель в данном случае я делаю влево кто отвязывает кто отвяжет 2 2 с половиной раппорта он будет делать перекрещивание вправо и начинаем убавлять петли вот с изнаночных петель и так первый ряд первые две петли мы перекрещиваем с наклоном влево и далее вяжем 1 2 3 4 5 6 7 петель я вяжу изнаночных то есть не довязывая последние 2 изнаночных петель так еще 2 вот осталось две последних изнаночных петли и я их провязываю вместе все провязала вместе это у нас раппорт и так делаю в каждом раппорте узора первые две петли перекрещиваю затем провязываю 7 изнаночных петель вот 2 изнаночных осталось у меня я провязываю их за правые стеночки вместе и так в каждом раппорте до конца ряда следующий второй ряд вяжем как по схеме узора первое у нас лицевая следующие две петли мы перекрещиваем с наклоном влево и дальше петли раппорта у нас все изнаночные идут так раз два три четыре пять шесть семь восемь петель раппорта у нас просто изнаночные петли так и таким же образом вяжем до конца ряда третий ряд убавок первые две петли провязываем перекрещиваем с наклоном влево первая пара и следующие 2 это у нас будет вторая пара перекрестили затем вяжем изнаночные петли не довязывая последние 2 изнаночных у меня это четыре раз два три четыре осталось 2 изнаночных петли и за правые стеночки я провязываю эти 2 изнаночные вместе все это у нас раппорт узора и также продолжаем до конца ряда четвертый ряд первая у нас лицевая петля затем по две петли две пары петель перекрещиваем с наклоном влево первая пара и вторая по и оставшиеся 4 изнаночных петель провязываем изнаночными вот таким образом и далее продолжаем до конца ряда пятый ряд в пятом ряду мы делаем три пары перекрещивание и так первая пара перекрещиваем петли следующая вторая пара перекрещиваю петли с наклоном влево и третья пара перекрестила далее 1 изнаночная и 2 изнаночных вместе провязываем за правую стеночки вот так все и здесь у нас уже видите уменьшается количество петель в рапорте и далее вяжем до конца ряда шестой ряд первую петлю провязываем лицевой и далее попадно три раза перекрещиваем петли и так первая пара перекрестила с наклоном влево вторая пара перекрестила и третья пара и одна изнаночная у меня остается провязываю одну изнаночную и так продолжаем до конца ряда здесь я уже перешла на другие спицы вернее на спицы номер три с половиной но с длиной лески 80 сантиметров сколько мне уже неудобно вязать на короткой леске смотрите вы можете также если кто вяжет методом и джи клуб если никто не вяжет таким методом то можно взять чулочные спицы распределить все петли на четыре спицы и так следующий седьмой ряд в седьмом ряду мы будем убавлять уже в лицевых петлях делать убавки в лицевых петлях и так девочки что мы делаем мы убавляем раз раз два три три пары три пары я убавляю так как у меня в рапорте было 11 петель я убавляю по три пары то есть по две петли вместе и так первую и вторую петлю я разворачиваю правой стенкой от себя а левой стенкой к себе и провязываю за дальнюю правую стеночку 2 вместе так как петли ко мне лежат правой стенкой я их разворачиваю вот таким образом чтоб они лежали ко мне левой стенкой и за дальнюю за правую стенку я их провязываю так вот вторая пара третья пара развернула и за правую дальнюю стенку провязала вот смотрите здесь остается 1 лицевая 1 изнаночная кто вяжет вернее для тех кто вяжет на 12 петлях рапорт то тогда мы вот эту лицевую с 1 изнаночной петлей также убавляем провязываем вместе так как у меня здесь должна остаться 1 изнаночная то лицевую я просто провязываю лицевой петлей вот так у меня остается 4 петли и изнаночная петля это у меня рапорт узора следующий ряд убавок 8 убавляем также по 2 петли и так первые 2 развернула провязала вместе и следующие 2 развернула и провязала вместе и 1 изнаночная и так вяжем до конца ряда делая такую же убавку в каждом рапорте узора у нас в рапорте остается 3 петли 2 лицевых 1 изнаночная и делаем еще одну убавку провязывая 2 лицевых петли вместе лицевой с наклоном влево остается одна петля и 1 изнаночная и так у нас от раппорт остается всего лишь две петли сделала последний ряд убавок у меня на спицах двадцать две петли от каждого рапорта осталось по две петли вот такой вот листочек у нас получился красивый посмотрите лицевая изнаночная остается так как у меня 11 рапортов и у меня естественно остается двадцать две петли смотрите если кому это много можете еще сделать убавку вот по одной ой две петли вместе прошу прощения две петли вместе вас останется уже там 11 петель ну я вот вязала мне в принципе это устраивает поэтому я обрезаю нить сантиметров 15 игла у меня широким ушком продеваю нить ушка иглы и теперь продеваю все петли через иглу через все петли то есть все петли я снимаю на нить я снимаю на нить так подтягиваю вот кажется до большая дырочка но я аккуратненько нить подтягиваю вот смотрите дырки практически нет сильно не тянем аккуратненько прям аккуратно аккуратно чтобы не порвалась у нас ниточка и далее я еще продеваю через вот эти петли так как-то не вижу я их вот они они петли вот так подтягиваю аккуратно потянула все у меня практически девочки нет дырочки по кругу прошлась подтянула вывожу иглу на изнаночную сторону здесь такая интересная посмотрите по изнаночной стороне макушка получается да так и все и закрепляю нить здесь даже очень легко ее закрепить поскольку посмотрите у нас вот они изнаночная петля я обычно делаю вот таким образом была изнаночная которая по лицевой стороне это у нас по изнаночной стороне лицевая вот так в дужке я продеваю аккуратненько и все и нить обрезаю ниточку вставляю немножко подлиннее так вот так вот выглядит смотрите по изнаночной стороне у нас шапочка все здесь как выглядит у нас макушечка таким образом выглядит макушка такие треугольнички получаются и листики такие вот посмотрите вот такой аккуратный у нас треугольничек такие аккуратные убавки получились так теперь прячем кончики нити вот здесь у меня я начинала новый моточек вот здесь у нас первый закончился и от начала вязания тоже вот эту нить нам тоже нужно спрятать на изнаночную сторону также я прячу вот сюда в дужке вот у нас дорожка лицевой петли и в каждую дужку под каждую дужку и затем также возвращаюсь и обрезаю кончик нити все и затем отправляю на стирку на влажно-тепловую обработку так девочки связали вот такую мы шапку с вами постираете ее полотно у вас еще раз гладится не переживайте сейчас она такая гармошечка смотрится но полотно разгладится и будет все великолепно и так все на этом я буду с вами прощаться надеюсь данный мастер-класс оказался для вас полезен и вы свяжите обязательно для себя вот такую прекрасную шапочку всем творческих успехов дружных спиц вяжите с любовью носите с удовольствием до новых встреч пока пока